Дорогие друзья, доброе утро, шалом, бонжур, хэллоу. Мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору из Иерусалима. Слава Богу, да, то есть удивительная вещь, удивительная эпоха, каждое утро. Не перестаю удивляться, Максим Перенчук, Ягон Штанин. До чего мы дошли, до какого величия вообще технологии мы дошли, что сейчас возможно разговаривать, видеть картинку в прямом времени, находясь в одной части мира и передавать в другую. Раньше для того, чтобы доехать из Украины, например, в Израиль, нужно, раньше это я имею ввиду, там 150-200 лет назад, 300 лет назад, это было путешествие вануэйтитит, в одну сторону билет, то есть чтобы доехать, это надо было год ехать в одну сторону, год в другую на деревянных кораблях, в парусниках, я имею ввиду, там, ну, 300 лет назад, когда были парусники. И вообще было непонятно, ты вернешься или нет. Большинство не возвращались, было ван вэйтитит. А мы сейчас спокойно можем, хотя сейчас чуть-чуть закрыли границы, но, но, скоро же откроются, скоро откроются, скоро опять начнут летать самолеты, и все будет очень хорошо. Все. А мы изучаем Мишли, притчи царя Соломона, 3000 лет назад, практически чуть меньше. Великий, мудрейший царь Соломон, Шлома Амеллах его называли в оригинале, Шлома Амеллах, царь Шлома, и он записал нам книгу, такая называется, Мишли, притчи, Ледат, как Мау Мусар, чтобы мы познали божественную мудрость и Мусар, систему управления собой, своим внутренним животным, чтобы подчинить свое внутреннее животное, своей высшей духовной части, своей душе, и с помощью Торы соединиться со Всевышним и перейти на следующий уровень своего развития. Значит, мы находимся, 16 глава, и... Сейчас, секундочку... 16 глава, вот она... И мы дошли до того, что... Девятый отрывок мы закончили в прошлый раз. Левадам ехашев карко, ваашем ехин цаадо. Что сердце человека, оно обдумывает его путь. То есть человек все время интерпретирует, думает, что делать, как делать. У него постоянно в голове одновременно включено, как в компьютере, одновременно открыто несколько страниц, да, несколько сайтов, может быть, открыто. Также у человека в голове несколько проектов. Обычно у человека есть в голове 10-20 разных целей, дел, которыми он одновременно занимается, и в каждом из которых он хотел бы, чтобы было так, как он хочет, да. То есть смысл жизни в чем? Что каждый человек, без исключения, он себе что-то придумал и хочет, чтобы другие вели, как он хочет, чтобы была такая еда, как он хочет, чтобы было вокруг все, как он хочет. И это то, что сказал нам в девятом отрывке царь Салмон, левадам ехашев дарко. И сердце человека, внутри постоянно крутятся вот эти вот, крутятся мысли, как получить желаемое, как получить желаемое, как получить желаемое. Но говорит нам царь Салмон, ваашем, яхин, саадо, бог, готовит все пути. Этот мир работает по четким законам, физика, химия, биология, психология, психиатрия. И, значит, когда человек, он хочет свою идею, которая вот тут у него полная свобода выбора, когда он хочет свою идею реализовать в окружающий мир, она тут же входит в систему, которую установил Всевышний. И там есть много людей, у каждого Абрама своя программа, у каждого додика своя методика, у каждого пиника своя лирика. И он хочет одно, а там есть известная история, как во времена Талмуда жил один мудрец, и ему, у него была такая жена, которая его вот полностью пилила его, она просто, вот все, что он просил, она все делала наоборот. И он, значит, его сын, который вырос вообще в этом во всем, он, уже когда вырос, он решил папе помочь. И он, отец попросил, например, кашу овсяную, приготовь мне кашу овсяную. Она ему картошку приготовила, дала ему жареную такую, пережаренную картошку. А сын думает, я сейчас ей скажу картошку жареную, она ему тогда приготовит овсяную кашу. То есть он сына попросил, скажи маме, чтобы приготовила овсяную кашу, а она собиралась уже готовить жареную картошку. А сын думает, да, я сейчас скажу ей жареную картошку, чтобы она приготовила овсяную кашу. Так, когда он этот хитростью решил так подействовать, отец ему сказал, не надо, говорит, все, все не надо, все, Всевышний делает, есть более длинные комбинации. А коте есть более длинные комбинации, ведь обычный человек, он видит только вот первый слой реальности, да, то есть он видит только первый слой реальности. А мудрец, мы учили, чем отличается мудрец от обычного человека? Мудрец, он аруэйтанулат, он видит то, что родится на втором шаге. В этом мудрость, когда он знает, как все работает, он видит что, он видит второе последствие. И, значит, первое последствие, когда ты получаешь сразу то, что ты хочешь, вроде бы это хорошо, но это первое последствие. Потому что, например, человек, который, который, вот он хочет, он любит вкусную еду, он ест торты, он ест там котлетки, он ест корюшку, такая рыба соленая, пьет пиво, потом опять торты, опять котлетки, картошка, корюшка, то есть он вроде бы кайфует по жизни вообще. Но у него-то второе последствие, ожирение и ранняя смерть, сахарный диабет, ранняя смерть. А другой человек, он наоборот, он вроде бы страдает, он там, тут зеленая травка, тут он бегать пошел, тут он холодной водой себя обливает, тут он, значит, медитирует, сидит вообще, тут голодает вообще. Что, разве он нормальный этот человек, он день там без еды, без воды сидит, он что, дурак что ли вообще, как так? Но на втором шаге он может получить здоровье, долгую жизнь, прекрасное самочувствие и так далее. Вот, поэтому вот этот вот мудрец в Талмуде, который терпел, что жена его пилила и делала все наоборот, он понимал так, что это его тикун, это его исправление, это его, как Бог сказал, что дает жену, Эзер Кенекдо, помощник против него. И он считал, что пусть он лучше получит здесь вот этот вот, ну, какие-то неприятности, но он говорил так, что зачем нужна жена? Жена нужна для того, чтобы воспитывать детей, рожать и воспитывать детей. Может быть, она была в рожании и воспитывании детей, она была очень хорошая женщина и просто мужа не любила. Ну, бывает, но он говорит, мне достаточно, что она мне кошерную кашу дает, пускай не ту, что я хочу, но кошерную. Хорошо, значит, это было бы чуть повторение предыдущего урока, все собрались, теперь начинается сегодняшняя, мы переходим в десятый отрывок. Десятый отрывок, если его просто читать, он звучит очень странно и непонятно. Написано так. Кесем аль сифтей мэлэх ба мишпат ло ималь пив. Значит, дословно переводится так. Кесем это, косам это вот на сегодняшнем языке фокусник. Кесем это как мадия, как волшебство на устах царя, на суде, чтобы он, его язык не согрешил. На суде язык не согрешит, дословно. Ба мишпат ло ималь пив. Непонятно. То есть, какой-то царь, у него волшебство на устах, и на суде пускай он не согрешит. Значит, очень комментаторы объясняют каждый. То есть, это очень такое вот высказывание, которое имеет большие последствия. И разные последствия. Например, есть слово, вот есть слово, тоже я вспомнил, муж и жены ругаются. И там спорят, спорят, спорят. И тут она ему говорит, все, а теперь стих. Он говорит, какой стих? Какой стих? Я не понял, какой стих? Она говорит, нет, стих это глагол, затих. Ну, то есть, стих это не стих, а стих это глагол. То есть, слово стих, это может быть стихотворение, а может быть стих, это глагол затихни, типа. Все, она говорит, а теперь стих. Вот то же самое, любое слово, которое произносится, оно может иметь разные значения Но вопрос, кто говорит слово, это имеет еще большее значение Потому что когда человек, когда человек, вот есть такие люди, помните, была детская сказка такая Детская сказка была, когда был один пастух, ему было скучно И он кричал все время, волки, волки, и, значит, прибегали люди, а ему бы, ой, убежали волки И он все время говорил, волки, волки, люди приходили, потом уже пришли настоящие волки Он кричал, волки, волки, никто не пришел, потому что, потому что, а кто придет? Все думали, что его слова ничего не стоят Теперь есть люди, чьи слова ничего не стоят Есть моменты, когда человек просто так, ну, впустую языком говорит Но что такое кэсэм альсифтэй мэлах, волшебство на устах царя Ба мишпат лой мальпиф Есть моменты, когда каждый человек, он приближается к Богу И все, что царь говорит, царь это как метафора, примерно, Бога То есть, Бог это царь царей Как царь было, да? Царь, например, ему кто-то не понравился Он одно слово сказал, бах, человека нету Царь, то есть, само понятие царь для нас сейчас непонятно Что такое царь, да? То есть, мы не понимаем Как, например, Петр I, он сына своего приказал казнить за то, что сын его не послушался Иван Грозный убивает своего сына То есть, цари были, это просто были чудовища такие Которые, каждое слово царя, оно было, оно было, ну, то есть, оно производило невероятное Царь своим словом мог казнить целый город Там какой-то народ отправить Мы учили Медилат Эстер Медилат Эстер, когда царь Ахашвирош, он целый в ресте народ сказал Все, на тебе, аман, кольцо, уничтожай народ Был народ, нету народа Когда Санхириев был такой царь, он все народы перемешал местами Чуть-чуть мы можем понять, кто такой царь по Сталину Сталин, он был как царь настоящий Он сколько лет он правил, там, лет 30, наверное, Сталин правил, 25 точно И Сталин, по одному слову Сталина, просто был человек, нету человека Был народ, нет народа Была какая-то там ситуация, нету ситуации То есть, царь, это, каждое его слово, оно как магия, как волшебство Вот, теперь нам понятно, что имеется ввиду Волшебство на устах царя Бомишпат лой мальпив То есть, на суде не согрешит род его На каком суде? Когда человек стоит перед царем Когда он стоит перед царем? Когда он молится? Когда он берет недер? Недер это обед перед Богом Он говорит Богу, слушай, я обещаю, я буду это делать Только мне помоги Все, то есть, нужно понимать, что каждое слово, которое человек произносит Перед царем Царей Перед Богом Оно имеет огромное влияние на всю дальнейшую жизнь человека И вот тут 11 отрывок нам это Он это Нам разъясняет То есть, 10 отрывок, он же все в этой жизни Оно связано одно с другим И 11 отрывок, он звучит так Пелес умазней мишпат ля ашем Пелес это такая была мера, которая, ну вот вымеряла, например, агрономы Они с этими пелесами ходили Это какая-то мера, которая меряет правильный путь Меряет правильный путь Пелес умазней мишпат И мазней это весы Весы суда Они только у Бога Только Бог знает точно Каждая ситуация, которая в этом мире, она Богом четко выверена Не то, что он сидит с калькулятором и считает Он так построил мироздание, что любое изменение В каждой точке мироздания Оно запускает какую-то цепную реакцию То есть, весь этот мир, закон сохранения энергии Там, химические законы И так далее То есть, любое действие, любое слово Оно попадает под влияние определенного количества законов Которые Бог установил И любое изменение сразу включает Как знаете, есть фильм Как бабочка, эффект бабочки Что бабочка в одном конце мира Она махнула крылом А в другом конце мира цунами То есть, одно, другое, третье, четвертое, пятое Пошло, поехало Теперь, точный Пелес, размер и весы Только у Бога Маосеу колявнейтис Значит, действия его Все камни, все гири в сумме То есть, весь этот мир Это как бы одна такая вот Замкнутая система Которая называется Элотим Элотим это всесильный Бог И Элотим это дематрия числового значения Слова Атева, природа То есть, вся эта система Она включена, запущена И Бог ее создал И рассказал, как она работает Теперь только Бог знает Какое действие Какие последствия вызывают Поступки людей Теперь вот смотрите Я вам приведу сейчас пример Интересный пример Как это работает Царь Давид Был такой великий царь Давид Я эту историю рассказывал Но многие А не первый раз А кто не первый раз Я каждый раз, когда эту историю рассказываю Я еще больше понимаю И ведь Тору мы учим для того Чтобы не просто понимать А для того, чтобы делать Вот она, эта история Она основополагающая Вообще, как сказать Моя жизненная философия В этой истории Значит, царь Давид Великий царь Праведник Который вообще Он всю жизнь стремился Приблизиться к Богу Весь мир с Богом Разговаривает его словами Псалмы Псалмы Это его разговор с Богом То есть, он без остановки Он только молился И, ну, просто был Вот, знаете Такой вот есть люди Ну, праведник Праведник И вот он, значит Как-то он Богу говорит Говорит А почему называешься Ты Бог Авраама Ицкака Иякова И не называешься Бог Давида Ведь я же с тобой Как одно целое Я за тебя готов Жизнь отдать Есть известная история Как с Галиатом Был же Вот Галиат Это была Иорданская армия Стояла напротив Еврейской армии И царь Давид Он был в то время пастух И он приходит туда на фронт Братьям принести еду И выходит Галиат Такой два с половиной метра Машина такая вообще И в то время Так вот воевали Да, и он выходит И говорит Ну, кто типа из израильских воинов Со мной сразится Давайте один на один Я вам сейчас покажу Вас всех разорву на кусочке А он огромный У него только было Копье вот такого вот диаметра И, значит Из израильского стана Никто не выходит Потому что это Ну, верная смерть То есть, идти против этого Громила Ну, там 300 килограмм весом Вот с таким кольцом Весь в меди И царь Давид Пришел И все боятся выйти И он говорит Я сейчас пойду Потому что Эта обезьяна Она Бога позорит А как можно Бога позорить Все, я говорю Сейчас иду Сейчас я эту обезьяну разорву И он выходит Берет камень Тидает Ему в лоб попадает Потом голову отрезает Все То есть, он был Настолько Он был Самоотверженный Настолько он был верующий Что просто Ну, то есть Для него не было реальности И он Богу говорит Смотри Почему ты называешься Бог Авраама Бог Искака Бог Якова И не называешься Бог Давида Ему Как бы Бог Он был пророком Ему Бог отвечает Потому что Их я испытывал А тебя нет Царь Давид Говорит Ну, не знаю Говорит Испытай меня тогда Ему приходит Испытание с Батшевой То есть, все испытание С Батшевой Это было Непонятно Что Бог от тебя хочет У каждого человека Есть внутри Его животная природа Его тело Его инстинкты Его интерпретации То есть, каждый человек Это как такой компьютер И внутри есть голос Бога Как душа И во вне есть Приказы Бога Это Тора И услышать голос Бога А его все время Забивает голос эго Голос вот этого Внутреннего я Который человек Жи себя отождествляет Со своим вот этим Вот интеллектом В общем, царь Давид С Батшевой Он, что только он не делал Попал в жуткую историю Я сейчас не буду рассказывать В итоге В итоге Он так запутался Что Батшева Батшева Значит, она забеременела Наверное, надо найти урок Отдельно у меня был целый урок Про эту историю Что, какое испытание Ему сделал Бог И как он на каждом этапе Просто не знал, что делать Но в итоге В итоге Батшева родила Царя Шломо Батшева Это была мама царя Шломо А царь Давид Пока он с ней был Он сделал множество действий Которые были Ну, выглядели Внешне как преступления Например, мужа Батшевы Он послал на фронт И приказал военачальнику Чтобы мужа Батшевы Отправили в самое опасное место И там он погиб То есть он приказал Как бы Не то, чтобы убить человека Но он Спровоцировал Что этого мужа Батшевы Послали в самое опасное место И он там погиб Значит Вся эта история Заканчивается И к нему приходит Пророк Натан И приходит он Пророк Натан К Давиду К царю Давиду И говорит Есть у меня к тебе Послание от Бога Царь Давид говорит Давай Он ему говорит Жило два человека Один очень богатый Рядом жил бедный У бедного была Одна маленькая овечка Которую он Прямо дома она у него жила Дети с ней игрались Это была единственная Их ценность И она у них жила В семье Это маленькая овечка А богатый У него было много стад Много овец И к богатому Пришел гость И что сделал этот богатый Он забрал овечку То есть он хотел Выполнить заповедь Гостеприимства Заповедь Бога И он забрал Украл овечку У бедного И ее зажарил Этому Своему гостю Что с ним делать Царь Давид говорит Но в Торе написано Что делать То есть есть закон Что если кто-то Украл овцу Тогда Он должен За овцу Он отдаст В четыре раза Если он ее украл И приготовил Как бы уже ее использовал Значит он должен Четыре раза За овцу отдать Если бы просто Нашли обратно Живую овцу То он должен был бы В два раза отдать Но так как он ее уже Приготовил Закон Торы четко говорит Что за эту овцу Он должен отдать В четыре раза Но говорит царь Давид Я как царь Я от себя добавляю У меня же царская власть есть Учитывая все Вот эти вот обстоятельства Он у бедного забрал То есть как бы Жалко бедного Все Я говорит приказываю Я приказываю его Значит убить Этого богатого Смертную казнь ему дать То есть то что Тора Установила Мало Я считаю Что его надо убить И тогда ему пророк Натан говорит Это ты Он говорит Вот сейчас Ты себя судил И ты убил Урию хитийца Это мужа Батшевы Руками аманитян Его послали Во время войны На фронт И того убили Говорит все Это тебе смертный Приговор Царь Давид В этот момент Когда он понял Что это как раз Ему бог Для того чтобы Его судить За то что он сделал Он ему показал Эту историю В которой он сам Установил меру Суда на себя Царь Давид Сразу же после этого Он сказал Все Согрешил я перед богом Извини Там прости Начал молиться Сделал чуву Раскаялся на сто процентов То есть он понял Свою ошибку А для нас Это огромный урок Что судить Точно знать ситуацию Может только бог Только бог знает Все внутренние Мысли человека Его намерения Его Оправдательные обстоятельства Его обвинительные обстоятельства И так далее То есть судить может Только бог У него У него Только у бога Верная мера Мера Все гирьки там Он все учитывает Человек Он не может Он не может судить другого Он не знает Каждый человек живет В своей какой-то модели мира В которой он Если он становится прокурором Все Он себя судит Он все время в гневе То есть если он начинает В голове Обвинять других людей Обвинять себя Он свою жизнь просто рушит Я знаю несколько людей Которые стали религиозными И Приблизились к богу И за счет вот этого своего качества Которое называется Наверите Кабданут А на русском называется Педантичность И То есть они судили других За то что другие Не вписывались в их меру Вот они считали Должно быть так И они очень строго Судили других людей За то что они не вписываются В какую-то меру Которую этот человек Им придумал И у них начиналась Жизнь рушиться Просто реально рушиться Потому что чем ты Становишься более религиозный Чем ты ближе поднимаешься К богу Соединяешься Тем как бы Сквозь тебя проходит Больше свет Больше вот эта Духовная энергия Если ты берешь Эту духовную энергию Начинаешь Направлять На меру суда То прежде всего Мера суда Рушит тебя же Понятно То есть поэтому Судите Если вы уже других Судите Судите так Как хотели бы Чтобы судили вас Если вы хотите Чтобы на вас С неба смотрели По доброму Благосклонно Не судите никого У каждого человека Есть Какие-то Оправдательные обстоятельства Каждый хочет Как лучше Мы учили Коль Дерек Иш Зах Бейнав Каждый путь Человека Чистый в его глазах Он хочет Как лучше Да он не понимает Часто Он думает Там То есть Ну вот Очень важно Очень важно Мне кажется Помните Этот десятый отрывок Который мы сегодня Выучили в 16 главе Одиннадцатый отрывок Что Настоящая мера Весы Только у Бога И действия Которые Вот делают все люди Только у Бога Они находятся В общей какой-то сумме И Бог всегда Отдает справедливый суд А Человек не должен В это вмешиваться То есть Человек должен Если уже вмешиваться Так наоборот Он должен В позитив вмешиваться То есть Наоборот Судить лекавсхуд В хорошую сторону Все друзья Поэтому вам удачи Успеха Я желаю вам Всего хорошего Чтобы было у вас все хорошо И Не судите Других людей Строго У каждого Есть оправдательные обстоятельства А лучше Вот что нам Тора советует Молиться Не о уничтожении Грешников А молиться О уничтожении Грехов Чтобы грешники Раскаялись И стали на путь добра Вот это Самое лучшее То есть Молиться Чтобы грешники Стали на путь добра Чтобы они поняли Осознали И Ну если уже Бог решит Чтобы с ними было что-то плохо Но это уже решение Бога Как бы Бог знает что делать Все Удачи Всем успехов Хорошего дня Напишите Напишите свои выводы Из этого урока Поделитесь своими выводами И Делаем добро То есть Написано Улам хесет ибане Милосердие построит мир И значит Лучше вкладывайте в мир То добро Которое вы хотели бы Чтобы на вас вернулось Все Удачи Успехов Всем хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok